В первый и второй периоды встречи хоккеисты из Сарова и Кстова шли на равных. На шайбу в свои ворота игроки практически сразу же отвечали результативным броском. Исход матча решил третий период. Буллитов не потребовалось. Табло показало итоговый счет игры 9-4 в пользу хозяев льда. Неплохая игра получилась. До последнего, там, последние пять минут, вот, да, чуть-чуть, в одну. Горели, выигрывали. Такая игра, как Вицы, получилась. Ребята бились, проиграли. Саров молодцы. Для Сарова это первая в этом сезоне победа. И она же стала первой за четыре года победой над Кстовской командой в основное время. Ранее на выезде наш клуб проиграл своему сопернику со счетом 4-2, так что на домашнем льду получился матч-реванш. Начали неплохо, а потом немножко подрослали, повели, подрослабились. Ну, хоккей такая игра, надо играть 60 минут. Поэтому там люди проиграли тоже, молодежь хорошая. Ну, где-то в конце немножко нам, можно сказать, так повезло. Братарь посыпался, заходил и все. В следующие выходные хоккейный клуб Саров едет на спарринг-тур в Таншаево. Затем участников первенства ждет жеребьевка и третий круг соревнований. Очередную домашнюю встречу наши игроки проведут 20-го либо 23-го февраля, в зависимости от результата в жеребьевке. Там кто какое место посев займет. То есть первый будет с пятым играть, второй с третьим, четвертый отдыхать. Следующий тур наоборот. То есть одна команда, один тур будет отдыхать. И потом будет после третий круг плей-офф. Плей-офф выходят все, кроме ватч. Канал 16 организует прямую трансляцию следующей домашней игры Сарова на своем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях. А дать ей времени начало матча сообщим дополнительно. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей САРУ-24.